Приветствую вас, Сынин. Ну, я полагаю, что в первую очередь нужно говорить о том, что вы себя очень много, крайне много заставляете. Заставляете себя что-то делать. Вот. Очень много заставляет себя что-то делать, я полагаю. И вот это заставление себя, оно, в общем и целом, ни к чему хорошему, вероятнее всего, ни к чему хорошему не приведет. Вот. Поэтому первое, что вам необходимо определить для себя, это то, что вы себя заставляете. Вот. Первое, что нужно, это определить, почему вы себя заставляете, из-за чего вы себя заставляете. Вот. Ну и, соответственно, отказаться от такой вот модели поведения, да, по отношению к себе. Вот. Ну, то есть. По отношению к вам. Вот. Значит. Дальше. Вы пишете, что вы постоянно себе врете, это свидетельство, с одной стороны, чувство вины, вот, с другой стороны, непринятие. Такой, какая вы есть. Вот. И, соответственно, именно это, значит, служит следствием того, что вы себя выживаете. как бы себе врет. Вот. Такая вот история здесь. А также, я думаю, что в некоторой степени вы себя обесцениваете. Вот. Отсюда переедание. А навязчивые мысли есть, вследствие того, что вы не чувствуете себя свободно и свои желания стремитесь подавлять. Вот. Также я полагаю, что есть элемент мазохизма по отношению к себе. И на это указывает то, что вам хочется, чтобы над вами кто-то стоял и вас подгонял. Но это не точно. Вот. В целом, вам желательно поработать со своими чувствами, вот, повысить свой эмоциональный интеллект. Для этого я рекомендую вам для начала прочитать книгу Федерика Первого за практиком блоге-старт терапии. Вот. Чтобы прочитать эту книгу, потому что очень важно, чтобы вы взяли некий такой минимальный порог. порог эмоционального понимания, вот, чтобы с вами можно было работать уже, чтобы вам можно было помочь. Вот. Ну, такая, в принципе, история. Такой, в принципе, момент. Вот. Обращаю ваше внимание на то, что вы несколько скомканно и спутанно написали свой текст. Вот. Я думаю, что он, у этого есть тоже причины. Эээ, ну, ваши причины. Ваши причины. Вот. Я полагаю, что он, ээээ, с этим. также крайне желательно поработать, потому как вы не понимаете, не осознаёте, точнее, того, что чувствуете, вот, и, соответственно, надо повысить уровень вашей особенности. Дальше, я полагаю, что есть страх перед успехом, вот, вы боитесь что-то начинать, вот, вы боитесь что-то делать, а, в частности, именно того, вы боитесь, в частности, именно того, что у вас что-то получится, вот, и, соответственно, с этим тоже нужно работать. Значит, страх успеха идёт, как правило, из семьи, родительской семьи, вот, и, соответственно, с детско-родительскими отношениями также нужно работать. Дальше, значит, необходимо подкорректировать целеполагание, потому что, пока не есть понятия, для чего вы вообще это делаете, стремление, старание. Вот. Ну и, наконец, последнее, это отупение. Пупение совершенно очевидно идёт из сравнивания себя с другими людьми. Вот. Ну, именно, именно сравнивания себя с другими. И это, скорее всего, тоже идёт из детства. Вот. Такая ваша реакция, такая ваша модель, такое ваше отношение к себе, потому что всё-таки далеко не самое главное, это уровень интеллекта. Вот. Далеко не самое главное. Но вас это всё же волнует почему-то. Вот. Вас это всё же беспокоит. Почему-то. Вы боитесь, что будете тупой. Вы боитесь, скорее всего, что будете тупее, чем... чем, ну, чем, чем, чем другие. Вот. Вот, в принципе, Такую историю я могу вам рассказать. Вот. Такой момент я могу вам здесь раскрыть. Вот. Поэтому, да, значит, нужно поработать с вашими чувствами, вот, с оценками, ценностями, с телеполаганием, вот, с страхами, которые у вас, вероятно, имеют место быть. Вот. И, в общем-то, после этого я думаю, что уже можно будет начать с вами, значит, какую-то работу. Да. Вот. Вот. Это то, что я могу вам ответить. То, как я могу вам ответить, точнее. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы для себя увидели что-то новое. Вот. Я надеюсь, что вы поиследуете книгу, которую я вам порекомендовал. Вот. По... Изучайте её. Поиследуйте её. Книгу я имею в виду. Вот. И именно с неё, я надеюсь, начнётся ваше увлекательное познание себя. Да. Увлекательное познание самой себя и мира. Мира своих чувств, мира своих эмоций. Такая вот история. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам за оценку моего ответа в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи. Удачи. Продолжение следует...